Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 405. Мракобесие и жадность. Привет, друзья. Наверное, вы заметили, что у нас давно не было диалогов. Последний диалог присутствовал в подкасте, опубликованном 29 марта. Назывался он «Нежданный гость». Дело в том, что, как и в большей части мира, исключая Швецию, у нас объявлен карантин. И 29 марта было как раз последним воскресеньем перед ним. Так что, увы, диалога не будет и сегодня. Мы стараемся придерживаться рекомендаций врачей и ограничить свои контакты. Жить, конечно, стало менее весело. Еще менее веселой кажется ситуация в мировой экономике. Но мы рассчитываем, что человечество преодолеет и кризис, и эпидемию. Современная медицинская наука достигла значительных успехов в борьбе с эпидемиями. Так что, надеемся на разработки ученых и собственный иммунитет. Наша сегодняшняя тема взята из жизни. Одной нашей знакомой неожиданно написал ее бывший начальник. И предложил продать ей некие услуги магического характера. За довольно значительную сумму он хотел составить для нее какую-то матрицу судьбы, которая определяла бы ее предназначение, цели в жизни и так далее. В общем, это что-то типа астрологии. Просто кто-то придумал свою персональную астрологию, чтобы заработать денег. Если вы сомневаетесь в том, что астрология не работает, прочтите хотя бы статью «Астрология» на Википедии. Учеными было произведено много исследований, некоторые из которых длились десятки лет. Самое интересное, на мой взгляд, касалось астрологических близнецов. Ученые на протяжении десятков лет исследовали людей, которые родились в одно время, примерно в том же месте. Их опрашивали сначала детьми, потом подростками, потом взрослыми людьми. Согласно положениям астрологического учения, у этих людей должны быть сходные таланты, похожие черты характера и практически одинаковые судьбы. Однако исследование, начатое в 1958 году и продолжающееся до сих пор, дает однозначный вывод – астрология не работает. У людей, родившихся практически одновременно, общего между собой не больше, чем у любых других людей, рожденных в разное время. В эксперименте, кстати, участвуют более 2000 человек. Совсем недавно мы сделали некий общий вывод о людях, которые подвержены таким суевериям. Объединяет их то, что разделяет все философские течения со времен античности. Это отношение к материи и сознанию. Вся философия делится на философию материалистическую и идеалистическую. Материалисты полагают, что первичной является материя, объективная реальность, а разум и идеи возникают на основе объектов реального мира. Идеалисты же считают первичной идею, разум, мысль. Характерными представителями материалистической философии являются Аристотель и Карл Маркс. Идеалистических взглядов придерживались Платон, Кант и Гегель. Так вот, все люди, которые верят в глупости, являются идеалистами. Они полагают, что усилием мысли без конкретных действий можно воздействовать на объекты реального мира, изменять их свойства и отношения между ними. Например, узнав, что по матрице судьбы тебе суждено стать королем Англии, ты непременно им станешь. Думаем, не нужно объяснять, что так не бывает. И заплаченные за это знания деньги никак не помогут изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Любые изменения достигаются действиями. Один из фитнес-клубов нашего города имеет рекламный слоган «Только действие ведет к результату». Я скорее соглашусь с этой мыслью, чем поверю в магическую силу астрологии или матрицы судьбы. Вера в уже научные учения является тратой времени и самообманом. Время, потраченное на изучение того, чего нет, можно было потратить, например, на изучение иностранного языка или уборку квартиры. От этого пользы всяко больше. А сейчас давайте послушаем выпуск. Если любите астрологию, ничего страшного. Это никак не изменит новые выражения из разговорного русского языка, которые вы сегодня узнаете. Итак, поехали. Чем дальше, тем страшнее. Вчера давнюю подругу случайно встретил. Постояли, поболтали, как семья, как дети, то да сё. Сидит она в декрете, дитя нянчит. С баблом, как и полагается, не густо. На паперте не стоит, но и ананасы с рябчиками не кушает. Каждый рубль на счету. И пишет ей в WhatsApp начальник бывший. Давно не виделись, он в другой город свалил, карьеру делает. Но еще во время совместной работы загонялся он всяческой эзотерической лабудой. То сыроедением занимается, то на семинары по солнцеедению ездит. Мужику сорок с лишним лет, а верит, что можно ничего не есть и питаться солнцем. Ну, чужая душа потемки, чем бы дитя не тешилось. И сделал он ей предложение, от которого невозможно отказаться, как в фильме «Крестный отец». Предложил ей составить матрицу судьбы за четыре с половиной тысячи рублей. Не помочь ей деньгами на подгузники, а наоборот, рубануть на бедной женщине. Затирал ей про какую-то духовную целостность в социальном плане и прочую бессмысленную ерунду. И главное, сказал, что дал бы ей матрицу бесплатно, как старый знакомый. Но тогда она не будет работать должным образом и не сможет помочь подруге реализовать свою духовную целостность. По его мнению, это не бред сумасшедшего, а тезис, который сможет ее убедить. Смешно, конечно. А с другой стороны, палево какое-то. Дружба дружбой, а табачок врозь. Даже такие услуги и то бесплатно предоставить не хочет, лишь бы нажиться. А полную версию этого выпуска вы найдете на нашем сайте torpod.com Для этого нужно зайти на страничку Membership Options Page и подписаться на платные выпуски, которые мы делаем каждую неделю. На странице вы увидите несколько способов оплаты подписки, начиная от Paypal и заканчивая карточками Visa, MasterCard, American Express и так далее. Если у вас есть вопросы, пожелания или у вас появились идеи для будущих подкастов, пишите нам на почту testofrussian.gmail.com И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»